Добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время, и у кого какая страна. А у меня сейчас к вам объявление. Сегодня, 8 октября, в 17.30 по московскому времени, в 17.30 по московскому времени, состоится премьера видео. Там будут вопросы на ваши ответы, кто придёт на эту премьеру, там будет чат. Это как в прямом эфире, но это не прямой эфир, называется премьера видео. Там будет медитация исцеления воли и изъявления ваших и ответы на вопросы. Эта медитация будет давать вам силу, даст силу, и запретит то, чего происходит ненужное в вашей жизни. Кто будет на этой премьере, на те вопросы я у людей отвечу. На вопросы эзотерического характера. Не просто пупсик и пупсичка. Это, пожалуйста, лично. Потому что это надо рассматривать глубоко, а не просто на раз, два, три с щелчком. А вопросы, которые будут по эзотерике, я на все вопросы отвечу. Вопросы, которые в жизни вдруг произойдут, о ваших там и детей, и что-то, что можно ответить быстро на ответ «да» или «нет». Потому что это быстрые ответы. А сейчас мы с вами посмотрим, давно не смотрели, какой мужчина на пороге. Тот, который у вас был. Или новое. Новое отношение, новая любовь, новая дружба, новые перспективы. Не важно, сколько вам лет. Это абсолютно не важно. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И знаете, и весь мир действительно становится очень хорош, когда наступает любовь. Всех приглашаю сегодня на медитацию. Успевайте в 17.30. В Телеграме я говорила об этом. Подписывайтесь в Телеграм, я вас там всех жду. А также заходите и в ТикТок, и в Дзен, и в другие видео. Все, давайте. Кто успеет еще в Дзене, когда я выложу, то он может задать вопросы в Дзене. А теперь будем смотреть. Посмотреть. Сейчас я это отодвину, чтобы было. Мои контакты вот они. Они есть в описании и в закрепленном комментарии. Сейчас я отодвину, чтобы было удобно. И будем смотреть. Какой мужчина на пороге? Старый или новый? И если есть новая любовь, то какая-то? Какой мужчина на пороге? Давайте посмотрим, старый или новое что-то. Так, какой мужчина на пороге? Хм, старый? Очень возможно. Возможно, потому что карта корабль. А вот новый мы спросили, а нам говорят, тайна за семью печатями. Мы узнаем, какую тайну хранить вселенная. А что старый-то хочет? Давайте про старого посмотрим. Мужчина на пороге, да, старый может появиться или о себе как-то изъявить, сообщить в интернете или как-то, или даже объехать, проехать, или через кого-то сообщить. Тоже карта корабль, движение. Что хочет этот старый бывший? А, старый бывший хочет начать сначала. Почему хочет начать сначала? А потому что, знаете, у него уже кто-то был, ну, после вас. И это всегда, вот, никогда не слушайте. Кроме тебя никого нету. Это просто там не получилось. И поэтому ты самая единственная. Всё, не слушайте. Если у человека, когда вы разошлись потом, были какие-то другие отношения, и когда он будет говорить, ты самая единственная, вот это не верьте. Это психологический ход манипулятора. Ну, конечно, расплывётся, ну, конечно, растопырится, ну, какая же. Потому что ему там не понравилось, что надо всё время бороться с чем-то. А с вами было как-то по-другому. Почему? А с вами очень хорошо было вам вешать лапшу на уши. Вы потом как-то проснулись, увидели, что у вас-то у двора не собака стоит ваш, не друг это, а это шакал. Почему он вдруг хочет изъявиться? Да, он хочет начать сначала, притвориться, какой он там маленький мальчик, наконец-то канчик, сказать, что все виноваты, она такая фиговая. Ей он говорил, что вы фиговая, теперь он говорит обратно. Так что будьте опасайтесь. А потом начнётся всё то же самое. Всё то же самое. Сначала он навешивает на уши вам лапшу, что и будет и деньги приносить, и в кино носить, и бриллианты дарить. Я уже закашлялась. Ну, во-первых, а потом начнётся то же самое. Но здесь человек от вас каким-то образом хочет скрыться ещё от каких-то муниципальных органов, военных органов. Он от вами как бы будет прикрываться. А потом всё начнётся то же самое. Та же война и немцы, какая была. Те же самые прогулки в никуда, или те же самые поведения, какое у него было, что вас совершенно не устраивало. Он будет манипулировать, потому что ему очень нравится властвовать над кем-то. Там, стой, не получилось. Пытался, пытался, не вышло. Может, и с вами не вышло, но подумал, что с вами будет полегче. Ну, давайте теперь посмотрим. Новый, новый мужчина. Тайна. Давайте-ка мы вскроем эту тайну. Будет ли новый? Вот это я отодвину, чтобы у нас было много места. Будет ли новый? Сейчас посмотрим. Новый у нас открывается тайна. Книга. Или вы призовёте. Вот здесь идёт такое, что есть разные способы призвать любимого. Не приворот, не вызов, а призвать любовь. И я на своём канале, или на этом, или на Ведоне Вивиена давала такие ритуалы. Они действительно привлекают мужчин. Но если вы будете дома сидеть на попе ровно около телевизора или со своим смартфоном, то ясное дело, к вашему смартфону, просто к попочке вашей, хоть она у вас замечательная, но он не прибежит, потому что нужно вставать и идти там, где люди. Давайте смотреть. Так, я это пока уберу. Давайте смотреть. Новый мужчина. Тайну вскроем. А новый мужчина, если будет появляться, это подтайно, и его нужно действительно привлечь. Вы знаете, загадать, как я говорю, загадайте желание, не просто я хочу, объясняла, что так не работает, а желание, вот что вы действительно, вот такое, всё до мелочей, какие волосы, какие глаза и росты, чем он занимается, всё. Вот такой мужчина рядом с вами, вы представляете, что вы идёте с ним за руку. Представили это всё, провизуализировали, эмоция прям сыграла и откинули. А идёт мужчина, который идёт для семьи. Ну а вы-то, вы-то кроха наш любимый, а вы ж так хотите замуж, но так боитесь, боитесь. Как же страшно-то, опять начнётся какие-нибудь лупки, прибаутки. А вам говорят, иерафант, идёт мужчина для отношений или даже для семьи. А что это за мужчина такой будет? Мужчина, который тоже пережил радостью любовных схваток. И который тоже, он хочет семью, желает семью, но он тоже так же, как и вы, боится ещё раз обжечься. Вы попали на объёза, а он попал на стерву или что-то в этом роде. Или та, которая действительно держала его в ежовых рукавицах различными способами, может даже и магическими. У человека может быть, то есть ещё не разорваны до конца те связи, но он их разрывает и разорвёт. Какой человек по характеру идёт? Тут идёт такой человек, который знает, что мужчина может, обязан действовать, зарабатывать средства на жизнь. Для него это важно. Мужчина, который уже как-то поднялся или поднимается по карьере, он знает, или бизнес какой-то свой, но он знает, что он должен быть впереди. Вот здесь что-то идёт. Да, мужчина идёт, который открывает себе свет и дороги. Но я ещё вижу то, что мужчина скрывает своё как бы месторасположение, что ли. Как-то странно идёт. Что за мужчина? Возможно, мужчина издалека, мужчина рискованный или недавно как-то куда-то переехал или переезжает. Но мужчина почему-то скрывает своё истинное местоположение. Мужчина очень интересный. Мужчина, может быть, он и в форме, не в форме сейчас все бегают, но мужчина, который знает, что туз мечей, что добиться своего нужно не просто так, хотюнчики какие-то, а нужно действительно этого добиваться. И даже любовь женщины знает, что это не просто так, а надо добиться. Короткий будет расклад. Да, человек очень рискованный и считает, что риск – благородное дело. Кто не рискует, тот не пьёт французское шампанское. Что этот мужчина может вам дать? Этот мужчина даст вам какое-то просветление. Вы поймёте, что вы как-то мыслили не так. Этот мужчина даст вам просветление, что вы были в каком-то состоянии, в котором считали, что это правильно, а оказалось, что это совершенно неправильно. Иллюзия. Что этот мужчина может дать? Этот мужчина может дать истинную вам веру или понятие, что такое Творец Вселенная, что такое Свет. Он может дать понять вам, что надо иногда попросить прощения у всех людей, которых как-то мы вольно или невольно обидели. Что это за мужчина? Мужчина, который… у него что-то есть наработанное, но который… у него что-то такое случается вот сейчас, что ему надо заново с нуля всё начинать. И он всё начнёт. Он вырастет из зёрнышка огромное поле пшеницы. Мужчина, который любит отдыхать и любит общество, любит в этом обществе быть первым. И мужчина, который, знаете, уже прошёл трансформацию своей жизни, потому что что-то такое он прям вот недавно пережил или переживает. И он идёт вперёд. Почему этот мужчина желает женщину… Вот идёт мужчина, который желает женщину для… Так, у меня карты тут перевернулись. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, перевернулись. Почему этот мужчина желает женщину для новых отношений, для чего-то такого? Потому что ему нужна женщина, которая ровнее ему. Которая вместе с ним, с факелом пойдёт вперёд. И если какие-то враги, то будет точно так же отбиваться, а не полезет куда-то под лавку, прятаться и делать пук-пук. Для чего? Конечно, мужчина достаточно умный, и он умеет манипулировать. У него действительно ум очень интересный. Для чего ему нужна женщина? А знаете, ему нужна женщина, чтобы вот этот энергоресурс он сберёг себе. Ему нужна эта женщина. Может быть, он немного жадноватый. Но к нему нужен подход. И этот подход, если вы найдёте подход к этому мужчину, то что вам с этим мужчиной откроется? С этим мужчиной вам откроется, что у вас есть такая сила. И эта сила есть главная справедливость мира. Да что такое с картами-то? Все карты что-то как-то тудым-сюдым. Сейчас, подождите. И опять. Да что такое? Ладно, будем как есть. Раз они... Вот карты начинают мешаться, вот понимаете, перевёртываются, почему там внутри. Это говорит о том, что карты говорят истину. Женщина, которая за справедливость. И ему действительно нужна женщина, с которой он пойдёт в алтарь. Для чего? Потому что он всю жизнь ждал такую женщину. Вот понимаете, как будто вот великие силы света вас сведут каким-то образом. Не отторгайте эту связь. Сначала посмотрите. И что вы можете получить от этих отношений? Конечно, будете ревновать. И конечно, будете... Потому что мужчина красавчик. Да, вы можете что-то разрушить, то, что у вас есть сейчас. А что получите? А получите знания, которые я сказала. Что-то человек даст вам знания. Те, которых у вас нету. Знания. Исцеление медитации истины Вселенной Творца. Он что-то даст. То есть у вас разрушится полностью прошлая ваша жизнь. Полностью. И ещё раз, что вы получите? Получите вы кто-то из размазней, кто-то из тюхи, кто-то просто ослабленное. Получите королеву жезлов, которая знает, что делает, что творит. И которая знает, как уютно сидеть на троне и держать жезл в руках, который направлен к цели. Вот такой у нас был расклад. Жду вас всех на премьеру медитации. Обязательно приходите. Если не успеете на премьеру, потом уже смотрите. Делайте перекид в различные чаты. Куда хотите, своим друзьям. Потому что это очень важная будет медитация. Планетарная медитация. Которая направит вас и защитит и вас, и ваши детей, и вашу семью. И место, где вы живёте. Я всем желаю радости, добра, счастья. Пишите в комментариях. Принимаю, благодарю. Медитирую вместе с Вивьеной и иду к свету. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч.